Это долгий творческий путь, титанический труд. Артист очень зависит от своей публики, ходит ли на него публика. И для нас это большая радость и привилегия, что люди из года в год уже многие годы. У нас нет волнообразного движения. У нас действительно уже последние 12 лет есть стабильность поклонения нашей аудитории. Многие люди к нам возвращаются. Я очень счастлив, что наша аудитория очень сильно омолаживается. Раньше все-таки слово хор привлекало любителей классической музыки. И люди до конца не понимали, что это музыкальный театр, своя ниша, своя стихия. Это вовсе не хор. Хор это только номинально. Это просто люди, которые имеют хорместерское образование, имеют высшее музыкальное образование, как классические музыканты. Сделали эстраду на консерваторском уровне. И это только эту эстраду обогатило и усилено. И классика у нас не скучная, и опера у нас не скучная. У нас музыкальный театр, где каждый человек – это звезда, это артист, самодостаточный герой. Это не хор, как привыкли, где нет персоналити, персоны нет. Есть просто хор. Здесь нет, это хор солистов. И, конечно, мы сделали все возможное, постоянно работая, обновляя свой репертуар, постоянный поиск новых творческих решений, новых замечательных, создающих потрясающее настроение музыкальных моделей, опираясь на наше музыкальное образование. И у нас это получается. То есть мы приехали в Зеленоград и не повторили здесь свою программу. И люди нам верят. Они в следующий раз понимают, что можно говорить, опять новая программа. Опять удивил турецкий. Опять ребята что-то новое показали. Вы знаете, я, честно говоря, хотел бы сам руководить и сам все решать. Но это очень сложное решение. Потому что я творец, и у меня до сих пор присутствуют во мне муки творчества. Несмотря на возраст и многолетнюю творческую деятельность. Муки творчества присутствуют. Я счастлив, что они есть, эти муки творчества. Что я не все могу сам решить. И я начинаю назначать творческий консилиум. То есть мы решаем многие вещи вместе. Но к чему это единственное иногда приводит, что решения нет. Что у всех разные мнения, и кто-то один все равно должен решить. И вот тут я, анализируя все мнения, принимаю решение сам. И стараюсь принимать правильные решения, потому что я вожак. И мне доверили управлять. Вы знаете, должен быть, конечно, музыкально образованный человек. Должен быть далеким от первичности коммерции в музыке. То есть наши все люди в музыку пришли в детстве. Не пришли в 30 лет или в 25, потому что за это платят. А пришли, потому что не могут не петь. Рожденные петь. То есть эти люди... Я, например, не могу жить без музыки, без творческого процесса. То есть я когда создавал хор, я не спросил, а платят там вообще? Я просто понимал, что это образ жизни. Вот сегодня мое, скажем, поведение на сцене, или мой кураж, или то, как я выкладываюсь, Оно совершенно не зависит ни от гонорара, ни от аудитории. Не зависит. Это вот мой с космосом контакт. Садков. Римский Корсаков. Россия, 19 век. Римский Корсаков. Римский Корсаков. Римский Корсаков. Возвращаясь к тому, какими качествами должен обладать человек, он не должен быть коммерчески сориентирован. Хотя моя очень серьезная задача, эти люди должны уверенно смотреть в лицо своей семьи, что они занимаются музыкой. Чтобы им никто не сказал, ну музыка ты для души, а так иди работай. Вот они работают здесь. Тут ни одного человека нет, который только за деньги работает. То есть я этих людей за годы, это моя семья, я их вычислил за годы, я сам не работаю за деньги. Вот кто хочет попасть в цель, избавь себя от корыстного желания попасть в цель. Кто в музыку приходит за деньги, долгого успеха нет. Пример тому есть датчик-обзор. Человек, который, это наш учитель, ну как бы вот ориентир. Мы с ним много лет назад познакомились, уже лет 20 как бы дружим. И для меня это вот некий пример того, чего вообще такое служение. Ради чего поет Кобзон? Кобзон не поет для денег и никогда не пел. И понимаете, никогда человек не будет богатым в музыке, если он пришел в музыку за деньгами. Наоборот, возможно, когда он вот не думает про это. И вот такие люди у нас служители. Вот они служители. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пропаганда лучших примеров мировой музыкальной культуры. В разных творческих направлениях. Я, учась классики в институте, мечтал о роке, о поп-музыке, о джазовой, о мюзикловой, о переттной, об оперной. Мечтал о том, что в будущем побеждает соединение всех этих жанров в одном проекте. И я, в общем, как бы к этому, я такую, в общем, вещь сделал, соединил. И, наверное, это и секрет успеха, что людям здесь не скучно. Они получают, все получают, каждый по-своему здесь что-то получает. И даже вот в том жанре, где, может быть, этот человек, там, уровень, я не люблю рок, он говорит. Но он этот рок получит как бы, как эстрада. Или я не люблю оперу, но опера будет нескучной, как театр. Или я не люблю шансон, но шансон у нас будет на консерваторском уровне, спетой классическими голосами. Понимаете, то есть мы все это адаптируем и делаем это не для публики, а для себя. Значит, для того, чтобы сделать счастливым других, очень важное слово, оно может быть не совсем литературное, надо самим пропереться. Понимаете, вот если ты сам пропрешься от того, что ты делаешь, то люди моментально эту твою энергетику, прямо они вот чувствуют, они отзываются. Если вы не видите эти глаза людей, их лица, это как после посещения психолога. Приходят такие люди, уставшие немножко, а потом они вдруг, им открывается как третий глаз, уходят просто другие лица, как помолодевшие. Счастливые уходят, счастливые люди уходят, счастливые. И мы прямо, ааа, вот она, для чего мы есть. Вот врач, он вылечил, и это же какой кураж, вылечить больного. А у нас вот эти тысячи, две, три, уходят, приходят загруженные, уходят разгруженные, счастливые. Понимаете, что жизнь прекрасна. А потом они говорят, вы даете нам идеи, вы даете нам радость жизни и веру в завтрашний день. А потом они говорят, вы даете нам радость жизни и веру в завтрашний день. А потом они говорят, вы даете нам радость жизни и веру в завтрашний день. Все жерчуга, все берега, и поцелуи всех ветров, я небо привезу в тебе огромное. Ты поцелу какау и мою любовь. А потом они говорят, вы даете нам радость жизни и веру в завтрашний день. Я то, что если бы в завтрашний день, я обладаю в тебе огромное. Все жерчуга, все берега, и поцелуи всех ветров, я небо привезу в тебе огромное. Ты постелу в ногах и мою любовь. Просто прими, не велищение, Просто прими, это не без вода. Просто смотри, сердце мое, Обыкновенное. Сердце не может быть старечно, Сделай лишь от мечта. И так будет всегда. Силемоград! Город Печты! Большая радость! Большая радость! Город Печты! Продолжение следует...